Ну что дорогие антеннщики и все любители, желающие сделать дециметровую антенну. Вот такой набор магнитных дисков от ESWM, электронно-вычислительной машины советского периода. Если вы где-то найдете, это просто клад, клад антеннщика. Притом не для одной антенны, а десяток антенн можно сделать. Вес 5 килограммов 700 грамм алюминия, алюминиевого сплава. Делалось это все чудо в Болгарии. Читал, что Советским Союзом там было настроено и оказана большая помощь в построении радиоэлектронной промышленности Болгарии. И Болгария один из участников Совета экономической взаимопомощи. Очень много продукции такого плана делала для Советского Союза и стран социалистического содружества. По всей видимости, наверное, сейчас там уже этого ничего нет. Это все уже как музейный экспонат. Может быть, кому-то даже нужен как музейный экспонат, а я его разобрал. Размер. Размер этих дисков. Внешний диаметр 355 миллиметров, а внутренний диаметр 168 миллиметров. ЕСВМ производились 70-80-е годы прошлого века. И вот такая штука у меня в запасе оказалась. Что там есть? Смотрите. Просто суперовые изделия советского периода. Им уже сколько-сколько лет. Это я только половина этого пакета разобрал. Вот она зигзагообразная антенна. Из двух таких полотен здесь делается пропил 10 миллиметров 15. Здесь можно заклепками соединить. И будет у вас антенна. Но с этого же пакета идут не только эти диски. Идут прокладки между ними. Смотрите. Оп. И готовая зигзагообразная антенна. Диаметр. Сколько у них диаметр? Сейчас прикинем, сколько у них диаметр. Так. 180 миллиметров. Получится универсальное полотно. Я думаю, возьмет весь дециметровый диапазон. И вот я говорю, я только пол пакета разобрал уже. Смотрите, сколько можно сделать антенн. И вот этот вот диск, который крепит этот пакет. Его вдоль болгарочкой распилить. И тоже можно сделать антенну. Приемный элемент антенны Харченко. Зигзагообразная антенна, о которой я уже снимал видео. Но даже если этого у вас нет, я вам покажу, из чего можно сделать быстро, бюджетно, дециметровую антенну. Бюджетно. Бюджетно. Продолжение следует... Продолжение следует...